Привет, друзья! Эпоха индивидуального героизма прошла. Перед лицом многочисленных серьезно глобальных вызовов человечеству необходимо действовать сообща, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цянь. Цитата. «История развития человеческого общества – это история постоянного преодоления различных вызовов и трудностей. Перед лицом серьезных кризисов ни одна страна не может заботиться только о себе, и ни одна страна не сможет в одиночку решить все проблемы. Единство и сотрудничество – правильный путь для человечества», – заявил премьер. Он отметил, что за последние три года все страны мира приложили титанические усилия, чтобы справиться с серьезными проблемами, продемонстрировав мощную силу солидарности и взаимопомощи. Я же скажу очень простую вещь. Дело в том, что кризис идет уже давно. В реальности он начался в 2008 году. До 2014 года его держали. Они после 2014 стали компенсировать дырки, в том числе путем колоссального вброса наличности во время ковидного кризиса, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Но уже всем понятно, что все. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что люди, которые принимают решения, реальные владельцы, мы их не знаем. Кто-то скажет, а, это конспирология. На это я отвечу сразу же. Ребята, кто является главными акционерами, так сказать, мажоритарными «Вангарда», «Блокрока» и некоторых других фондов? И скажут, нет, эта информация закрыта американским законодательством. Простите, это какая-то конспирология или это закрыто американским законодательством? И зачем закрыто американским законодательством? Почему и как? По этой причине я тут сейчас не буду в это вылезать. Я скажу только одно, что есть разные варианты. 20 семей, 50 семей, 300 семей. Отметим сразу, что в Соединенных Штатах Америки все не так просто. И для примера я приведу историю, которая описана в книжке «Кризис и власть». Значит, когда Франклин Рузвельт пришел к власти в середине 1933 года, инаугурация тогда была не в январе следующего за выбором года, а в середине года, то федеральный бюджет Соединенных Штатов Америки был сравним с совокупными активами любой из 10 самых богатых семей Америки. Вот всех этих Астров, Вандербильтов, Рокфеллеров и так далее. То есть, иными словами, каждый из них со своими активами был сравним с федеральным бюджетом Соединенных Штатов Америки. Отмечу, что активы – это не финансовые потоки. Капитализация может сильно превышать тот финансовый поток, который реально имеет место, поскольку там и недвижимость, и фабрики, заводы, которые локально могут быть убыточными, но капитализация которых достаточно велика. То есть, в реальности федеральный бюджет денег мог выдать каждый год побольше, чем они. Но, тем не менее, сравним. Когда Рузвельт умер весной 1945 года, то американский бюджет федеральный был сравним с совокупными активами 10 самых крупных семей Америки. То есть, иными словами, человек, который имел возможность распределять этот бюджет, мог за год, ну а если уж, чтобы никто не видел, за 2-3 года, вырастить с нуля семью, которая по своим активам была бы сравнима с самыми богатыми семьями Америки. Это к вопросу о менеджерах, о политическом руководстве и так далее. В частности, оборонные расходы, а я прошу прощения, 39-го года шла Вторая мировая война. То есть, военные расходы были главными в этом месте. Так вот, оборонными расходами руководил человек по фамилии Баруха. Именно по этой, он был такой личный друг Рузвельта. Именно по этой причине до сих пор все говорят Барухи, Барухи. Кого они имеют в виду, я не знаю, потому что сын Баруха был авиационный подполковник, занимался своими делами, которые ему были интересны. Сколько Барух прибрал к рукам? Известное дело, это историческая вещь. Если кто-то управляет неким капиталом много лет, то его личный капитал составляет примерно 10% от этого объема. Если Барух управлял капиталом, сравнимый с 10 совокупными активами самых богатых по семье Америки, отсюда мы исследуем, что Барух должен был попасть в 10 самых богатых по семье Америки. Этот капитал никуда не делся. Кто им управляет? Этого мы тоже не знаем, потому что американское законодательство запрещает обнародовать эту информацию. Это тоже конспирология. Так вот, теперь мы возвращаемся к самому главному моменту. И самому интересному состоит оно в следующем. что те люди, которые реальные владельцы вот этих вот всех активов, они, как и полагается, передоверили управление управленцем. Вот вопрос, кстати, вот тогда Барух был управленцем или сам олигархом? У меня такое ощущение, что он вначале пришел как управленец, а потом сам стал, соответственно, олигархом. Но, неважно, это уже детали, которые мы не будем сейчас спорить, они так важны. Важно другое, что и экономические управленцы, то есть, руководство ФРС, и политические управленцы, то есть, глубинные государства и, соответственно, Байден, провалили все. И по этой причине вот эти вот демиурги финансовые, банкиры, они почувствовали, что что-то надо делать с этим. Ну, потому что ситуация ахлая. Ну, просто вот совершенно непонятно, что делать. Как выкручиваться и чего и как. И по этой причине они, скорее всего, приняли решение, что с этими командами надо что-то делать, грубо говоря, их надо выгонять. Тем более, что все равно они привыкли управлять в рамках Бреттон-Рудской модели. Ну, потому что политическое управление Соединенных Штатов Америки осуществляется через мировую долларовую систему. Ну, а экономическое тоже, естественно, через мировую долларовую систему. Если она рушится, надо менять схему управления. Это не могут делать вот эти вот люди, потому что они все сидят в старой схеме. И по этой причине у меня возникло ощущение, что финансовые адемиурги пришли к промышленникам, которые стоят за Трампом и Вэнсом. И сказали, ребята, а давайте договариваться. Ну, какой актив у Трампа с Вэнсом понятен. Ну, они как бы будут делать Америку снова великой, восстанавливать реальный сектор. Но для этого нужно обрушить мировую долларовую систему. Казалось бы, они враги для финансистов. Представьте себе, что финансисты допоняли, что рухнет все равно. Тогда какая разница, она рухнет сама по себе или она рухнет под напором Трампа и компаний. Теперь вопрос, а что они могут предложить? А могут они предложить две вещи. Первое, пока у них ресурс фактически неограниченный и колоссальный. А второе, они могут обещать, что типа Дональд Фредович, стрелять больше не будем. И тянуть Камалу Харрис мы не будем. И тем самым, потому что теоретически мы Камалу Харрис можем вытащить. По этой причине, ну да, конечно, это шантаж. Ну, куда деваться. Хотя, с другой стороны, и предложение. Потому что этот ресурс, который у них есть, эмиссионный, он большой. Да, он будет действовать ограниченное время, но он вполне себе. Это тема. Поэтому я подозреваю, что этот сговор произошел. Ну, или, по крайней мере, он очень близок к завершению. Почему я так считаю? Потому что пошла информация. Обратите внимание. Абсолютно либеральные газеты, Wall Street Journal, New York Times начали не то, чтобы критиковать Камалу Харрис. Хотя некоторые критикуют за ее экономическую программу. Но, как бы это сказать. В общем, такое ощущение, что ее, ну, как бы это сказать, не то, чтобы сливают, но, в общем, так придерживают. Совершенно очевидно, что сливать Камалу до конца финансы Адемёрги не будут. Потому что угроза того, что они сфальсифицируют выборы и Камалу ведут в президенты, это некоторая гарантия, что Трамп не кинет. Ну, пока договоренности окончательно не сформированы. И система взаимных гарантий не сработает. Но, вот, тем не менее, эта штука вот так вот устроена. И это, мне кажется, очень интересно. Очень. И тогда становится очень много чего понятно. И на Ближнем Востоке. Ну, потому что совершенно очевидно, что если Соединенные Штаты Америки сливают Бреттон-Вудскую систему, то их влияние в мире резко падает. И по этой причине надо искать региональных лидеров, с которыми тоже договариваться. Вот представьте себе, что такие договоренности идут. Тогда альтернативные силы, ну, то есть, Лондон и оголтелые либералы, которые понимают, что их уже, собственно, кинули, их собственные демиурги, и надо что-то делать. И отсюда лезет, и, соответственно, атака в Курской области. Обратите внимание, она почти достигла успеха. У нас там фактически было пусто. Иди не хочу, там, до Москвы. Ну, понятно, что до Москвы они бы не пошли, но дойти до Курска или до Курской атомной могли легко. Что-то им помешало. Что? Удар по ним, безусловно, был нанесен. Система управления, безусловно, была сильно повреждена. Но вот что-то там, что все это значит, непонятно. Так мне, во всяком случае. Но можно строить гипотезы. Я уже говорил о том, что была уже, по крайней мере, пара историй, когда было четкое ощущение, что информацию о том, что и как нам слили из Вашингтона. Аналогичная ситуация в Ближнем Востоке. Договоренности между Соединёнными Штатами Америки и Ираном. Да, им все время ставят палки в колеса. Тот же Лондон. Та же, соответственно, аппаратная команда из Вашингтона. Глубинное государство, которое сдали его собственные владельцы. Но все равно до конца у них не получается. Обратите внимание на последние выступления Вэнса, кандидата в вице-президенты от Трампа. Который уже практически в открытую говорит об изоляционизме. Что, типа, нужно решать внутренние проблемы, а не тратить ресурсы на всякого рода глупости, которые, к тому же, эффекты не дают. То есть, иными словами, более-менее понятная картина. Кстати, визит Путина в Азербайджан тоже в этом смысле чрезвычайно важная вещь по банальной причине. Потому что Азербайджан – это такой краеугольный камень всей вот этой вот британской игры. Если Азербайджан не то, чтобы переходит на нашу сторону, а просто становится более нейтральным, то очень многие лондонские планы летят. Не говоря уже про то, что экономическая ситуация в Турции не позволяет этой стране слишком сильно выеживаться. Давайте так скажем. По этой причине картинка очень любопытная. Я думаю, что мы еще будем в очень любопытной ситуации. Мы еще увидим очень много чего нового и интересного. Ну и в заключении вот этой вот своей части я хочу сказать, что надо готовиться к тому, что финансовые катаклизмы будут усиливаться. И поэтому я еще раз настоятельно рекомендую на вебинар 22 числа мой подписаться, поскольку это вещь принципиально важная. Возвращаемся в студию и начинаем отвечать на вопросы слушателей. Нам что-то не подключают? А что? Что-то не сработало? Нет, что-то сработало. Такое ощущение, что за пультом новый человек, который, соответственно, никогда не делал. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, недавно Лукашенко сказал такую фразу, что пора заканчивать эту драчку, имея в виду события на Украине. Вот как вы оцениваете это высказывание в смысле тона? Это звучит, как ребята побаловались и хватит. И вообще, какой, на ваш взгляд, будет сейчас продолжение этой операции? И какой итог ее будет приемлемый для России? Знаете, Лукашенко еще сказал, что реальная денатификация на Украине уже произошла. Все украинскую власть люто ненавидят. Ну, понятно, что денатификация не произошла, потому что слово Бандера по-прежнему является святым. Хотя не исключено, что если режим сменится, то, может быть, это снова будет запрещено. Но нужно при этом понимать, что Лукашенко все время играет в некоторые игры. И мы не всегда понимаем, какую реальную игру он играет. И по этой причине мы не понимаем, какой он вкладывает контекст в свои слова. Не исключено, что все эти слова обращаются к какому-то конкретному человеку. Ну, например, который предлагает денег. Белоруссии, в смысле, не Лукашенко. А вот по этой причине комментировать то, что сказал Лукашенко, я не берусь. Он иногда произносит такие вещи, от которых у меня глаза лезут на лоб. Вот. Я вот утром сегодня имел длительную беседу с одним очень умным человеком. И очень грамотным. И мы очень долго обсуждали всю картинку. Вот. И он, соответственно, вначале мне транслировал пессимистическую картинку. Типа все сдали. Но, на самом деле, я ее повторять не буду. Поскольку, как бы, сейчас это один из двух нарративов, которые активно к нам идут по всем западным каналам. Ну, по половине, да. Второй половине идет. Второй нарратив. Но я ему начал объяснять, ну, как бы, вот ту логику, которую я рассказывал в первой половине. А вот смотри. А вот смотри. А вот смотри. А самое главное, говорю, я ему, обрати внимание, что все время происходят некоторые сбои у вражеской стороны. Можно, конечно, предположить, что они идиоты. Да. И что все эти заговорщики. Да. За что же Ваньку Томорозову? Ведь он ни в чем не виноват. Ему бы что-нибудь попроще. А он циркачку полюбил. Если вы помните, кто помнит. Была замечательная совершенно переделка этой песенки в 50-е годы. За что же Климова-Рашилова? Ведь он ни в чем не виноват. Ему бы что-нибудь попроще. А он во фракцию вступил. Ну, антихрущевскую. Речь идет о 57-м годе. Так вот, соответственно, фокус весь. Состоит в следующем. Что для того, чтобы был заговор, надо, чтобы в этом заговоре был игрок. Вот я тут читал вчера некий текст, посвященный истории Франции. И там, значит, сравнивалась революция 1848 года, по итогам которой Луи Филиппа свергли. И, соответственно, приход к власти Наполеона. Когда было восстание по свержению директории. И Барас, который был глава директории, вызвал молодого генерала Бонапарта и велел из пушек расстрелять толпу. Что Бонапарта и сделал. И в результате власть директории сохранилась. А потом выяснилось, что у Бараса не было своих солдат. А у Наполеона были. Ну, и все. Наполеон выиграл. Значит, а вот в 1848 году не было никого у Луи Филиппа. Ну, и он сбежал. Мы сейчас не будем говорить про то, что 1848 год. Это заговор, который финансировался Лондоном, кстати. И, соответственно, Луи Филипп сбежал в Лондон. И, соответственно, Наполеон Третий, который пришел к ним, ну, сначала стал президентом, а потом, соответственно, императором, тоже уехал, проиграв войну с Пруссией. По итогам, которые возникла Германская империя в Лондон. И у нас тоже Лондон. Да уши Лондона торчат отовсюду. Причем, обращаю ваше внимание, что уши Лондона – это не только, собственно, про-британские силы, это еще и про-китайские силы. И не надо говорить, что у нас их нет. Есть. И, соответственно, вся вот эта вот игра, она… Покажите мне игрока. Покажите мне, ладно, не Наполеона, Барраса мне покажите. А понимаете, что все, кто устраивает заговоры сегодня – это люди, которые хотят сохранить наворованное. И по этой причине цель у них. Они не могут играть ва-банк. Потому что, если вы играете ва-банк, вы рискуете потерять наворованное. А у вас цель – его сохранить. И как только вы понимаете это, у вас сразу получается совершенно замечательная картинка. Вот я сегодня на одном из клонов, неожиданно ставшего иноагентом Незыгоря, обнаружил чрезвычайно интересный текст. Вот заговор, да, вот он заговор. Что вот там семейные во главе с Волошиным, и примкнувшие к ним, и туда, и сюда. Красота! Просто пен снял. Беда состоит только в одном. О, кошка спит. Вот, беда состоит только в одном. Игрок где? Вы что хотите сказать? Что Волошин на белом коне будет въезжать в Кремль? Во главе, соответственно, толпы заговорщиков. Ну, как бы я себе этого представить не могу. Ну, и про всех остальных тоже. По этой причине, вы уж меня извините, конечно, у меня такое ощущение, что все вот эти вот заговорщики, они реальный заговор сделать не могут. Нет, этот заговор могли бы координировать в Лондоне или в Вашингтоне. Но только при условии, что они между собой в добрых отношениях. Потому что иначе все то, что придумает Лондон, нам сольет Вашингтон. Никаких не возникает ассоциаций. Уже пару раз была история, которая самое простое объяснение состоит в том, что нам слили информацию. И, к слову сказать, вся вот эта активность, которую мы сегодня видим последнюю две недели в нашей, так сказать, в либеральной общественности, ну и в тех, кого считали почти патриотической, но она все равно оказалась тоже либеральной. Это все, безусловно, совпало с началом украинской атаки на Курскую область. Вне всякого сомнения. Но и в действиях украинских войск, и в действиях вот этих вот политических заговорщиков некоторая стратегическая координация отсутствует, что вызывает удивление. Ну, дальше можно много на эту тему разговаривать. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Иванович. Геннадий, Москва. Да, слушаю вас. Вот, знаете, вот увидеть Париж и умереть. В некотором смысле эти слова наполнились сизаемым смыслом после ухода 88-летнего Леонда Лона. Французы за копейку, поливавшие госучреждение навозом, подарили нам потрясающую Олимпиаду. Мне кажется, что он не захотел жить с этим народом. Вопрос. Слушал тут Андрея Илларионова. Согласитесь с тем, что ключи от выборов в Штатах в значительной мере в Москве. Спасибо. Ну, это, мне кажется, очень сильное преувеличение. Ну, нужно понимать, что Андрей Илларионов – это говорящая голова. То есть, он озвучивает нарративы, полученные от одного из либеральных кланов. Никакой самостоятельной деятельности он не допущен и никогда допущен не будет. Вот поскольку еще в 90-е годы любое дело, которым он занимался, он благополучно проваливал. Просто полностью до мокрого места не оставалось. Вот. И, соответственно, я его просто очень хорошо знаю. Лично. И по этой причине я могу сказать с полной ответственностью, что он не потянет. Значит, это нарратив. Нарратив, что во всем виноват Путин. Кошка бросила котята – это Путин виноват. Наша Таня горько плачет, рядом Путин. Не иначе. Ну, и так далее. Вот. То есть, вот это вот ситуация, с которой бороться бессмысленно, потому что, вы поймите, они аргументов не воспринимают. Им это неинтересно, как оно на самом деле. Их волнует исключительно одна единственная вещь. Это, как бы, оформление следующего гранта. Поэтому, пока гранты выдаются, они будут нести вот эти вот нарративы. Все. Все. Чего его слушать-то? Я не понимаю. Если говорить о результатах выборов, то вот я в первой половине передачи сказал четко и внятно, что я считаю, что достиг некий сговор, достигнут некий сговор между демиургами финансовыми и промышленными. И в результате этого вся менеджерская часть, то есть, глубинное государство, как политической своей части и, соответственно, управленцы ФРС и других, соответственно, структур, включая МВФ, Мировой банк и так далее, они сливаются. Все. Они им какой-то скрипачи не нужны. Скрипачи не нужны. Весь оркестр. Причем здесь Москва? Я не понимаю. То есть, Москва – это следствие. Если делается некая стратегическая линия, обращаю ваше внимание, стратегическая линия экономическая американцам прописана уже давно. Я ее прописал. Два с половиной года тому назад. Совершенно не хочу сказать, что я один такой. Но я ее прописал. Поэтому я с полной ответственностью могу сказать, что она написана. Понимаете, что там происходило в закрытых клубах американских, я вам сказать не могу. Но она была, ну вот у нас она была прописана. Это логика. Все ресурсы кидаем в Юго-Восточную Азию. Европу оставляем, Ближний Восток оставляем, Африку оставляем и даже Латинскую Америку оставляем. Только Юго-Восточная Азия. Все. И дальше делаем раз, делаем два, делаем три. Обращаю внимание, эта линия идет на ограничение Китая. Со стороны Лондона имеет место агрессивное противодействие вплоть до физического устранения тех лиц, которые мешают. Пока не американских. Но я могу вас уверить, и до американских дело дойдет. Ну, собственно, чуть-чуть не убили Трампа. Но, впрочем, с точки зрения сговора демиургов, эта роль никакой не играет. Но, правда, когда в Трамп постреляли, то Вэнса еще не было. Сейчас уже есть Вэнс. И, в общем, уже все понимают, что управлять этим всем будет Вэнс. Из него попытаются вырастить нового Ричарда Никсона. Но я уж не знаю, получится, не получится. Вопрос сложный. Не настолько я знаю Вэнса. Собственно, я его вообще не знаю. Чтобы сказать, можно ли из него вырастить Ричарда Никсона. Ну, вот какая-то вот такая вот картина. А слушать Иларионова, ну, я не знаю. Это примерно то же самое, что слушать Гуриева или Сонина в части экономики. Я как бы смысла в этом действии не вижу. Следующий вопрос. Михаил Леонидович, здравствуйте. Какой-то технический сбой не позволил сначала подсоединиться. Да, слушаю. Вопрос такого порядка. Вот Татьяна Леознова после создания своего знаменитого сериала «О 17 мгновениях», для чего она создала этот фильм, она ответила так, что я хотела показать, как нас в конце Второй мировой войны американцы предали. Так вот, вызывает вопрос термин «предали». Ведь американцы нам не посягали. И не кажется ли вам, что множество проблем, ошибок и просчетов, ну, прежде всего, в дипломатической деятельности, связано с тем, что мы моральные понятия пытаемся применить к международной политике и международным отношениям? Ну, я могу вас уверить, что великий вождь и учитель, Патерич Сталин, очень трезво смотрел и на Соединенные Штаты Америки, и на Великобританию, которая тогда еще была много сильнее, чем сейчас. И, соответственно, но, кстати, я хочу сказать, что, если говорить о противодействии Великобритании, то Черчилль был частью той группы, которая руководила Соединенными Штатами Америки, западного глобального проекта, а информацию об атомном проекте нам сливала элита иудейского глобального проекта, который только что проиграл западному в том же Лондоне в 1936 году. Так вот, Патерич Сталин это все прекрасно знал. Я думаю, что никакой веры не было. Как это воспринимало Леозного, это вопрос темный, прежде всего потому, что мы знаем, что 17-й кунайней весны курировал Андропов, который играл в свои игры по захвату власти. В начале 70-х он только двигался. Мы, кстати, я напоминаю, что Андропов это как раз иудейский глобальный проект. По этой причине вот эту вот логику, что американцы кинули, она была очень важной. Я напомню, 73-й год. Что это такое? Это ситуация, когда СССР стал сдавать все. Причем это все делал не Андропов, это делала еще команда Брежнева. Еще два года до заключительного акта, до подписания заключительного акта в Хельсинки. Но уже начался, хотя когда фильм снимался, еще не начался, но потом уже начался нефтяной кризис, и мы выходим на мировые рынки с дешевой нефтью. То есть, мы снимаем для американцев тяжесть нефтяного кризиса. И, кстати, договоренность по нефтяному кризису у нас была как раз с американцами. Потому, что нашими партнерами по поддержанию цен были как раз Рокфеллеры. И кинули они нас в 80-е годы, когда резко опустили мировые цены на нефть. Но прошло уже после этого 15 лет. По этой причине, что там имелось в виду реально, что Лиозновы, что Андроповы, это вопрос тонкий. Потому, что всех деталей движения Андропова, обращаем внимание, что как бы в соответствии с лестницей в небо, когда вы играете во власть, то единственное, что вас интересует, это власть. Точно так же, когда Сталин шел к власти, его интересовала власть. А о стране он стал думать, когда он стал во главе. Так и тут. Что думал Андропов о стране, мы не знаем. Потому, что получил он власть уже в тяжелобольном состоянии и сделать уже практически ничего не успевал. По этой причине я бы вот тут на эту тему спекулировать бы не стал. Следующий вопрос. Алло. Добрый день. Это Олег от Плодольска. Здравствуйте. Я всегда задаю вам исторические вопросы. Вот по поводу благосостояния Горбачева я когда-то вас спрашивал. А как вы относитесь к такому прохиндию, как Шеларнадзе? Если можно, подробнее. Может быть вы знаете, он же пришел к власти в 1972 году на гребне большого бриллиантового скандала, когда в Грузии всплыл большой черный бриллиант, который был похищен в свою очередь из патриаршей резницы аж в 1918 году. На эту тему и книги писали, и фильмы создавали. И этот бриллиант, за цену этого бриллианта, был выкуплен из тюрьмы и спасен от расстрела. Крупный грузинский цеховик. И бриллиант этот ушел в личный доход одного кандидата члена политбюро. Во-первых, было бы очень интересно узнать фамилию этого слуги народа. А во-вторых, как вы оцениваете участие лично Шеларнадзе? И неужели вы думаете, что у Эдуарда Амбросевича деньги советские ровными пачками хранились в советской сберкассе? Как говорится, в Одессе не делайте мне смешно. Спасибо. Ну, собственно, тут как бы даже и вопросов нет. То, что Шеларнадзе был агент влияния внешне, это было абсолютно очевидно. Но если мы посмотрим историю с черным бриллиантом, я ее не помню точно, но я напомню, что ограбление патриаршей резницы в 1918 году осуществляли уголовники. И, соответственно, большая часть того, что они украли, была найдена, а часть пропала. Но есть очень серьезные основания считать, что сделала это команда, которую крышевал и покрывал Яков Михайлович Свердлов, который потом решил организовать переворот. Кстати, в Ленина стреляла, конечно же, не Каплан, в Ленина стрелял некий уголовник, который был ее любовником. А она была операцией прикрытия. Именно по этой причине она была очень быстро комендантом Кремля расстреляна для того, чтобы не могла сказать, что все это вранье и кто стрелял реально. Ну, а потом, по некоторым версиям, Свердлова отравили. Так что этот бриллиант и все остальное, оно как бы вращалось в уголовной среде. Напомню, что уголовная культура именно в Грузии была очень сильна, а грузинские воры в законе были очень сильны. То, что в Грузии очень сильно был развит вот этот коррупционный режим, это тоже не секрет. Но это уже как бы, уже, как сказать, средний Брежнев. Я напомню, Брежнев пришел к власти в 64-м году. Но то, что Шеварнадзе двигали, что он, скорее всего, был американским агентом, это, ну, как бы, ну, почти очевидно. Ну, и что, собственно, вас удивляет? Это, как сказать, совершенно обычная и нормальная ситуация. Напомню, что Шеварнадзе был министром внутренних дел Грузии до того, как стать первым секретарем. Так что неудивительно, что он эту ситуацию знал. Или ему слили эту ситуацию.